Девушки отдыхают Девушки отдыхают Новые, кстати, получить уже нельзя Потому что экзамены Приостановили ГИБДД приостановило прием экзаменов В смысле имею ввиду тех, кто отучился в автошколе Новые права Понятно Ну, что же делать В школах останавливают учебу Не только в автошколах Но и в обычных школах Несмотря на то, что конец учебного года близок И еще непонятно, что будет с экзаменами В первом части мы будем говорить О социально незащищенных категориях О тех людях, которые больше всего Нуждаются в помощи И сейчас, наверное, одними из первых Почувствовали всю эту историю С экономикой Что ухудшается у нас И материальное положение И компаний, и людей обычных Потому что и сборы упали Как говорят благотворительные фонды И сейчас Вот прям В эту неделю На следующей неделе Довольно активно начинают работать В том числе и государственные органы По поддержке незащищенных категорий Это пенсионеры Это малообеспеченные Многодетные семьи И мы сегодня Во время эфира Будем связываться С представителями Министерства соцразвития С представителями ОНФ С представителями детского фонда Будем спрашивать О текущей ситуации И о том, каким образом Те, кто нуждается в помощи Могут ее получить Куда нужно обращаться Какие документы нужны И нужны ли они Потому что сейчас документы Собирать невозможно Как я понимаю И какую сумму И что вообще В качестве помощи Можно получить Первым человеком У нас на связи Должна быть Министра социального развития Кировской области Ольга Шулятьева Я думаю, что она уже с нами Ольга Юрьевна Здравствуйте Да, добрый день Добрый день, Ольга Юрьевна Анна Лапшина Дарита Пузлеева Спасибо, что вышли с нами на связь Расскажите нам, пожалуйста Мы немножечко запутались В том смысле Что есть несколько сейчас Социальных проектов По помощи В том числе пожилым людям В том числе Малообеспеченным людям Да И есть определенное Непонимание у людей По какому телефону Обращаться Чтобы эту помощь получить Хорошо, конечно Это замечательно Что есть несколько проектов Я готова О них очень подробно Рассказать Да, Ольга Юрьевна Давайте вот Наверное Все-таки С пенсионеров Начнем Да, с людей пожилых Которым сейчас В это время И выходить из дома Это не рекомендовано То есть там есть Я так понимаю Два направления Одно из направлений Это Помощь именно в доставке Продуктов Лекарств И еще чего-то И второе направление Это такое благотворительное Да Когда люди У которых Невелика пенсия Могут обратиться С просьбой Я не знаю Предоставить Какие-то продукты питания Или еще что-то Абсолютно Вы правы Ну давайте Начнем тогда С первой С первой социальной акции Которая проводится При поддержке Общероссийского народного фронта Это Горячая федеральная линия Здесь у нас Налажено взаимодействие Как с социальными Работниками Волонтерами И ОНФ Как это происходит На сегодняшний день Более 500 волонтеров Которые входят В штаб волонтеров Медиков Причем их становится Все больше и больше За неделю Ряды пополнились В два раза Это люди Которые Оказывают помощь Гражданам Которым Больше 60 лет То есть Любой пожилой человек Может оставить заявку На горячей линии Общероссийского народного фронта И соответственно Эта заявка Там где есть волонтеры Осуществляют Доставку продуктов питания Доставку лекарственных препаратов Оплату услуг ЖКХ Это уже делает Социальные Это делают волонтеры Там где нет волонтеров Это опять же делают Социальные работники Кроме того Что есть Вот этот Телефон Горячей линии Повторю 8 800 234 11 Это телефон Горячей линии ОНФ Так вот За все время С 23 марта Поступило Более тысячи заявок И более 950 граждан Пожилого возраста Такая помощь Оказана Это как раз Помощь По заявкам Самих Пожилых граждан Это за их средства За счет их собственных средств То есть Это получается Доставка То есть Люди сами Оплачивают все Но им К дверям Там да Или как-то бесконтактным образом Все что им необходимо Приносят Или забирают квитанции Идут оплачивают И приносят обратно Так? Да Вы абсолютно правы Как раз Вот таких Более 900 жителей Нашего региона Это пожилые граждане Которые за их средства По их заявке Им оказывается Помощь Причем Конечно Нужно сказать Что Больше всех заявок Это город Киров Ну это и понятно Потому что Большой город И соответственно Областной центр Но помимо Вот этого Горячей линии У нас есть еще Номер единого Бесплатного Круглосуточного Телефона По вопросам Социального Обслуживания Этот телефон У нас действует С мая 2019 года Повторю номер 8800 201 2109 Вот по этому Номеру Телефона Также можно Оставить заявку Она будет Передана На телефон Горячей линии Уже Специалистами Комплексного Центра С самим Диспетчером Также можно Задать Любой вопрос Который касается Любой помощи Пожилому человеку В том числе Оказания Каких-то Консультационных Услуг Вот тоже Этот телефон На него Постоянно Звонят И пожилые Граждане И родственники Пожилых Граждан Если есть Какие-то Вопросы То есть Так как я Сказала Вначале У нас Идет Абсолютное Взаимодействие Между Волонтерами Между Социальной Службой И вместе С Общероссийским Народным Фронтом Ольга Юрьевна Во всех Ли Районах Работают Волонтеры Мы Скажу Так Что В большинстве Районов Подавляющем Большинстве Районов Есть Волонтеры И Причем Как я Уже Сказала Что Людей Которые Готовы Стать Волонтерами Становится Все больше И больше Изо дня В день Но При этом Ни одна Заявка Пожилого Человека Не остается Без внимания Социальные Работники Которые Есть В каждом Муниципальном Районе И в Городе Кирове Соответственно Если Это Не Силами Волонтера То тогда Помощь Под доставки Продуктов Питания Лекарственных Препаратов Оплате Услуг ЖКХ Оказывается Силами Социальных Работников Ольга Юрьевна Вот здесь Еще Маленькое Уточнение Скажите Пожалуйста С Центрами Социальные 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 Сейчас Это Как Происходит То есть Пожилой Человек Договаривается С ними На Постоянную Помощь Или Он Может За Разовой Помощью Обратиться Если Например Нет Волонтера Есть Только Соцработники Опять же Это Может Быть В двух Вариантах У нас Есть Такие Случаи Когда Пожилые Говорят О том Что Я Хотел На Постоянной Основе Получать Социальную Помощь Через Социального Работника А Есть Такие Заявки Где Говорят Мне Нужна Разовая Помощь Соответственно Никакого Договора Ничего Не Заключается Просто Оказывается Помощь По факту Помощь Которая Необходима Прямо Сейчас Еще Такой Уточняющий Вопрос Скажите Пожалуйста Все-таки Люди Пожилые Особенно Одинокие Это Люди Такие С точки Зрения Безопасности Может Быть Криминальной Не Самая Защищенная Категория У Социальных Работников Должны Быть Какие-то Документы С собой Или Какие-то Там Не знаю Познавательные Внешние Знаки То есть Волонтеров Медиков Я видела Они ходят В красных Жилетках Таких Да Вот Как Как они Представляются И Они Сами Точно Не позвонят В дверь То есть Если Вы Не вызывали Социального Работника Или Волонтера Вашу Дверь Никто Не будет Звонить Правильно Совершенно Верно При этом Социальные Работники У нас Уже Почти Год Имеют Тоже Свои Атрибуты Профессионального Имиджа Это Зеленый Жилет Либо Желтый Галстук С символикой Социальной Службы Волонтеры Те Которые Действительно Как вы Сказали Это Жилеты Красного Цвета С символикой Стератического Общественного Движения Но При этом В ряды Волонтеров Медиков Сейчас Вступает И волонтер Любые Люди Которые Хотят Оказать Помощь И Им Выдается Специальный Бейдж Единой Формы Там Тоже Написано Волонтер Он Такой Желто-оранжевого Цвета Но При этом Социальная Служба Перед Тем Как доставить Либо Продукты Питания Либо Оказать Иную Помощь Обязательно Связывается С пожилым Человек А Что Что касается Той помощи Которую Можно Получить Не за Свои Деньги То есть Есть ли Какие-то Так Появилось Что-то Сейчас Может быть Какие-то Там Продуктовые Наборы Еще Что-то Это Разовая Помощь Или Можно Воспользоваться Несколько Раз У нас В регионе Сейчас Заключен Договор О Благотворительном Пожертвовании С Российским Общественным Движением Волонтеры Медики И в Кировскую Область Поступили 10 миллионов Рублей На Которые Будут Приобретены 20 тысяч Продуктовых Наборов Для Пожилых Людей Которым Больше 65 лет И старше И которые Имеют Небольшой Размер Пенсии Это Опять же Тоже Социально Значимый Проект Продуктовая Помощь И вот Здесь Предоставление Продуктовых Наборов Будет Осуществляться Однократно Но Бесплатно Сам Механизм Предоставления Что Входит В состав Продуктового Набора Категория Лица Которая Сказала Это все Было Согласовано С благотворителем С федеральным Благотворителем Это Их Условия Это Вот такая Акция Именно Граждане Которым 65 лет И старше И мы определили Что это Небольшой Размер Пенсии Наборы Будут Комплектоваться Еженедельно По 2000 3000 Наборов В срок До конца Мая Месяца И будут Доставляться В районы Области В комплексные Центры Социального Обслуживания И вот здесь Первые 1600 Продуктовых Наборов Уже Доставлены На автотранспорте Единой Транспортной Службы Скорой Медицинской Помощи В комплексные Центры Пока это Вятскополянский Малмышский Район Причем Уже Эти наборы Некоторые наборы Распределены Среди пожилых Людей Так же В ближайшее В ближайшее время Будут Распределяться Наборы В Яранском Кекнурском Санчурском Районе Советском Пижанском Лебяжском Верхошижемском Тужинском И в городе Киеве И перед тем Как доставлять Продуктовый Набор Обязательно Сотрудник Комплексного Центра В обязательном Порядке Связывается С пожилым Человеком То есть Во-первых Мы Спрашиваем Его согласие Готов ли он На то Чтобы мы Ему Доставили Этот продуктовый Набор И опять же Мы его Предупреждаем О том И согласовываем Время Когда мы К нему Приедем Доставка Этих продуктовых Наборов Также осуществляется Силами Волонтеров А там Где нет Волонтеров Это делают Социальные Работники Но опять же Со всеми Средствами Индивидуальной Защиты Еще Ольга Юрьевна Такой вопрос Были в социальных сетях Жалобы Их было немного Но тем не менее Были они Что невозможно Дозвониться Вот на указанные Телефоны Центра Социальной помощи Вот тот длинный номер Который вы диктовали И на номер УНФ Не получалось У кого-то дозвониться Эти истории Технические Они имеют место Или Это вот такая Разовая штука Какая-то Опять же Говорить Если о звонках Бывают дни Когда бывает 20 заявок А бывает День когда Бывает Около 200 заявок То есть Действительно Такое может быть Если в какой-то момент Несколько звонков Проходит одновременно И поэтому Вполне вероятно Что сразу Соединения не будет То есть Надо дозваниваться Нужно дозваниваться Угу Благодарим Ольга Шулятьева Министра социального развития Кировской области Была с нами на связи Мы сейчас делаем Небольшой 20-секундный перерыв И вернемся Любите ли вы психологию Так как Люблю ее я Психология везде В общении с родными И близкими С коллегами В бизнесе И политике В маркетинге И любви Как применять Психологические знания В повседневной жизни Во благо себя Рассказываем на 101.0 Каждый понедельник В 14.00 В программе Практическая психология С Надеждой Бушмелевой Продолжаем Дневной разворот Анна Лапшина Дарита Пузлиева В студии Мы сегодня говорим О том Каким образом Люди Незащищенные Социально И наверное Больше всех Страдающие Сейчас уже Могут получить Помощь От общественных Организаций От государственных Структур Говорили с Министром социального Развития Ольгой Шулятьевой Два телефона Есть в Кировской Области Это телефон Единый телефон Министерства Соцразвития Да Социальный Телефон По которому Можно не только Вызвать волонтера Для того Чтобы принести домой Разово Продукты Лекарства Или оказать Еще какую-то помощь Но по этому Номеру телефона Можно договориться И на постоянную Какую-то помощь Если вдруг Например Ваш родственник Живет в Кировской Области А вы живете Где-то далеко И есть еще Телефон Общероссийского Народного фронта Горячая линия Волонтеров Медиков Мы сейчас Связываемся С Валерией Черемисиновой Членом регионального Штаба ОНФ Валерия Добрый день Здравствуйте Анна Здравствуйте Уважаемые радиослушатели Какая хорошая связь Вас хорошо слышно Спасибо Валерия Вот какой у меня вопрос Мы уже немножко Поговорили с Ольгой Шулятьевой О движении Волонтеров Медиков Которые Сейчас активно Участвуют В помощи пожилым В том числе Людям И есть еще Некий проект Или я не знаю Акция всероссийская Которая называется Мы вместе И я так понимаю Что ОНФ В этом проекте Участвует Валерия Алло Так Похоже Что сорвался У нас звоночек Мы сейчас Попросим Продюсера Набрать нам Валерию Черемисинову Снова Пока Появилась Свежая сводка По заболевшим Выявлено Два новых Положительных Результата Тест систем На коронавирус За прошедшие Сутки Это двое Мужчин Один из них Вернулся Из столицы Второй Это контактное Лицо С пациентом Из Сочи Таким образом У нас На сегодняшний день 21 пациент Находится На подтверждении В референсной лаборатории То есть ждут результатов Люди-то находятся В инфекционной больнице Да-да-да Ждут результатов Официально подтвержден По-прежнему 51 диагноз Валерия снова С нами на связи Валерия Да, Анна Здравствуйте Да, почему-то Сорвался звоночек Не знаю, что вы слышали Из того, что я вам говорила Валерия Мы бы хотели вас попросить Рассказать чуть более подробно Об акции Мы вместе И о работе Горячей линии ОНФ Волонтеров-медиков То, о чем Мы немножко поговорили С Ольгой Шулятьевой Что это за люди Что это за волонтеры Только ли это Студенты Медуниверситета Нашего Или это уже И иные тоже Молодежные Какие-то движения И не только молодежные Это и волонтеры-медики Активисты ОНФ И движения И более того Это любой неравнодушный человек То есть Существует сайт Мы вместе 2020.рф Где может Зарегистрироваться Любой желающий Особенно в районах области Мы таких людей Целенаправленно искали Потому что Ну Как известно Гражданское Общество Заканчивается На уровне Областного центра Обычного Да Но вот Сегодня В ситуации Эпидемии Мы доказываем Что это не так И люди в районах Находятся И с радостью Включаются Вот в эту работу Поэтому Наши волонтеры Это такие же Обычные горожане Жители районов Как и мы с вами То есть Это не только студенты Это не только молодежь Нет Не только студенты Не только молодежь Здесь главное условие Это пройти обучение Инструктаж Здесь главное Понять Как защитить себя Какие средства Индивидуальной защиты И использовать Как правильно Общаться С человеком И все Дальше Только в путь Новая группа Волонтеров Мы подключаем По мере Роста числа Заявок Скажите пожалуйста Валерий Те люди Которые хотели бы Стать волонтерами Это люди Которые сейчас Без работы То есть Ну вот Для того Чтобы быть волонтером Надо иметь Свободный Полностью день Да Потому что Утром Надо наверное Пройти Медицинские Какие-то процедуры Может быть Пройти Чтобы посмотрели Что у тебя нет температуры Что ты не болен Что ты можешь ехать И контактировать С пожилыми людьми В том числе Или это люди Которые могут И после работы В том числе Вечером Развести какие-то Продукты На своей машине Абсолютно разные варианты И действительно Прежде чем Пойти в поля Каждый волонтер Проходит Соответствующий осмотр То есть Ему измеряется Температура Все это заносится В определенный журнал То есть Эта система У нас вся Уже отработана Где это происходит То есть Им надо будет Каждый день Куда-то приходить В каком-то определенном В Кирове Это происходит В нашем волонтерском штабе Он у нас расположен На базе Медицинской академии В районах У нас волонтерские штабы Сосредоточены На базе Комплексных центров Социального обслуживания Населения Сколько сейчас Человек работает В волонтерском корпусе? Ну у нас Зарегистрировано Порядка 500 Естественно У нас сейчас Не такой объем заявок Чтобы все Одновременно Они выходили В поля То есть Понятно Что они сменяются Но в день Порядка 100 человек Работает Это и Киров И область Получается Да Это и Киров И область И плюс к этому Надо прибавить Социальных работников Потому что Иногда заявки Поступают Из очень отдаленных Населенных пунктов Где может быть Даже интернета Нет Понятно Что туда Проще Социальному работнику Который Это население Знает Тогда они нам Помогают Отрабатывать Эти заявки Я так понимаю Что те волонтеры О которых мы сейчас Говорим И те Услуги Которые они Оказывают Это услуги Которые оказываются За счет Заявителя Условно Пожилой человек Или его родственники Готовы Им надо Купить продукты Платить коммунальные услуги Еще что-то Продуктов Самого человека То есть Они передают Средства А есть ли Какие-то Задачи Которые волонтеры Сейчас выполняют Уже Совместно с Благотворительными Фондами Какими-то Или бизнес Какими-то Структурами Которые сейчас Уже готовы Людям Малоимущим Помогать Да Здесь действительно На нас выходят Постепенно Коммерческие Организации Которые Несмотря на Очень непростое Для себя Положение Нынешнее Стараются нам Помогать Я не буду Их сейчас называть Потому что Они сами против Но мы Ежедневно Например Разводим Десятки Бесплатных Продуктовых Наборов Мы это делаем Строго По спискам Министерства Социального Развития Чтобы понимать Что этот набор Получает Действительно Нуждающий Человек То есть Это уже Мы Волонтеров Медиков Стараемся Этим Не загружать Работаем С самими Благотворителями Они берут На себя Эти социальные Обязательства И Анна Как раз Пользуясь Случаем Я бы хотела Сказать Что для тех Кто не может Дозвониться На наши Горячие Линии Существует Мобильное Приложение ОНФ Помощь Поэтому Если Более Молодые Родственники Хотят Сделать Заявку Для своих Пожилых Родных Они могут Воспользоваться Мобильным Приложением Там Не нужно Ни до кого Дозваниваться Все быстро И просто Это какое-то Приложение Которое По всей России Работает Там надо Выбирать Город Да Оптифедеральное Приложение Скачивается В Play Market Или Apple Play Store И Называется ОНФ Помощь Там все Очень просто То есть Легко Разобраться В принципе Мне кажется И пожилой Человек Который Может быть В компьютере Не чужой Если есть Навыки Обращения Со смартфоном То да Но у большинства Пожилых К сожалению Такой возможности Нет Ну и надо Понимать Что мы Не только С продуктами Питания Работаем Мы еще И можем Помочь Платить Коммунальные Услуги Как раз Там Партнеры Буквально Сегодня Вышли Я надеемся Что мы С Почтой Россией Договоримся У них Есть специальные Терминалы Устройства Для этого Они будут Помогать Нам Отрабатывать Такие заявки Почта Россия Сейчас Насколько Я понимаю Не принимает Особо Посетителей Но во всяком Суча Пенсионеров Просили за пенсию Не приходить Говорили Что будут На дом Носить Ну Насколько Мне известно Им разнесли Не знаю Во всех регионах Этот процесс Завершился Но Действительно Почта Россия Старается Носить На дом Сейчас И готов Нам Помогать С оплатой Услуг ЖКХ Валерия Еще такой вопрос Не самая Конечно Может быть Приятная Перспектива Но тем не менее Многие медики Говорят Сейчас Эксперты О том Что ситуация Будет усложняться Заболевших Будет становиться Больше И прочее Есть ли у вас На этот случай Какой-то план Разработанный По защите Волонтеров Или каждый Сам должен Думать О собственной Безопасности Вообще Вот средства Индивидуальной Защиты Они как-то Сами Получают Где-то Или покупают Или шьют Или как-то Вот их Обеспечивают Мы Обеспечиваем Конечно Нам здесь Помогают И централизованные Поставки Определенные И партнеры Помогают Разными Дезинфицирующими Средственными Поэтому И в районы Мы направляем И наш Кировский Волонтерский Штаб Обеспечиваем Волонтер Не имеет права Прийти Незащищенным Человеку То есть Я напомню Она нужна Тому человеку Который может быть Например Скрытым Носителем Инфекции И не проявляет Там каких-то Признаков ОРВИ Но тем не менее Он должен Другого человека Надев маску Обезопасить Это строгие требования Которые должны Облюдать Все наши Волонтеры И перчатками И масками И спреями Дезинфицирующими Мы их Обеспечиваем Благодарим Валерия Черемисинова Член регионального Штаба Общероссийского Народного фронта Была с нами На связи Мы сейчас делаем Небольшой перерыв И вернемся В студию У нас на связи Будет детский фонд Программа Дневной разворот Продолжается Дарья Это Пузля Ивана Лапшина Продолжаем говорить О том Какие Какие способы Есть Помочь сейчас В первую очередь Пожилым Наверное Людям Которые сидят Дома И в общем Очень нежелательно Чтобы они выходили На улицы Повторим телефон Помощи По которому Можно обратиться Движение Волонтеры Медики Это 8 800 8 800 200 34 11 8 800 200 34 11 Вот по этому номеру Пожилые люди Которые Сейчас Хотели бы Попросить о помощи В доставке продуктов В оплате коммунальных услуг Еще в каких-то услугах Могут обратиться Лекарства Можно заказать Если есть у вас рецепт Вот это вот все Могут сделать волонтеры Волонтеры Приходят Оказывают Разовую помощь Если есть необходимость Договориться На помощь Более системную То можно это сделать Через министерство Социального развития Обратиться И заключить Некий договор С соцслужбой Будет приходить Социальный работник К которому Тоже можно Попросить Сделать что-то Ну кстати Вот такой вот момент Я сейчас читаю О том что РПЦ Объяснила верующим Как самим Осветить куличи Дома на Пасху А вот как Да Почему мне кажется Это важно Потому что В церковь у нас Как правило Все равно ходят люди Ну а в кировской Люди пожилые Ходят в церковь И ходят люди У которых проблемы Со здоровьем Это правда Их много там Да бывает За помощью При этом Как мы помним РПЦ рекомендовала Я не знаю Правда это была Рекомендация Или запрет Как выстроена Иерархия между Епархиями Я к сожалению не знаю Если патриархия Настоятельно рекомендует Во всей стране Что-то сделать То естественно Это делается во всей стране Просто насколько я понимаю Храмы сейчас В обязательном порядке Закрыты только в Москве И Московской области И там все службы В том числе пасхальные На этой неделе Они проходят без участия Прихожан Ну вот у соседей наших В Коме Да Республиканский Роспотребнадзор Видимо тоже Это все дело запретил Но местный архиепископ Соктовкарский Комезырянский Петерим Назвал это решение Антиконституционным То есть вот в общем-то Не всегда Пекутся о здоровье Своих прихожан В нашей церкви Возможно Да Мы сейчас Подключаем Председателя правления Кировского отделения Российского детского фонда Валентину Иванову Валентина Павловна Добрый день Добрый день Добрый день Анна и Дарья Здесь в студии Валентина Павловна Скажите пожалуйста Ну вот время такое сложное Я так понимаю Что количество обращений У вас в детском фонде Тоже растет И количество обращений И количество тех заявок Которые нам не удалось С начала года Заявки поступали И от организации И от населения Но ввиду вот такого состояния Мы к сожалению Не имеем возможности Удовлетворить А не имеете возможности Технической Потому что невозможно Что-то купить Магазины закрыты Нет Мы не имеем возможности Из-за отсутствия Поступающих пожертвований То есть средства Нам Когда Как только началось Все это Еще с начала Даже конца февраля Бизнес Нас Как говорят Покинул Нас Те предприятия Организации Которые были Донорами нашими На протяжении Многих-многих лет Пока сейчас Сами находятся В таком состоянии Ну и сами понимаете Население Население Которое Вообще Забыло дорогу Потому что Всем сложно Всем трудно И вот детский фонд Вот За 32 года Вы знаете У нас были Все За эти годы Были Кризисы в стране Падения Всякие Смены Там Властей Но как-то Вот понимаете Находили выходы Я конечно Оптимист И рассчитываю Что вот Все это уляжется И мы снова Начнем Выполнять Свои функции Как организация Социально ориентированной И по оказанию Помощи Населению А заявок Много Валентина Павловна Можем ли мы оценить Вот количество заявок С начала Вот этого карантина Там дано Условно С конца марта Насколько оно выросло Я понимаю Что в абсолютных цифрах Сложно сказать Но примерно Так вот В оценке Вы понимаете Мы даже Какое-то Вот уже С середины марта Мы прекратили Принимать Вот эти заявки Сказали Что давайте Мы откладываем Значит Или посылайте Эти заявки Но они будут Без движения Ну наверное Ну полтора-два раза Увеличилось Полтора-два раза Да Это Многодетные семьи Которые продукты питания Вот просят Вот Это Просят средства гигиены Это Одежду Вот уже сейчас Сезонную Вот Что касается Организаций Которые у нас Из районов области Это Например Детские сады Деревень и сел Это игрушки Развивающие игры Ну эти заявки поступали И они Так и лежат Без движения А доноры Они прям все ушли Или все же кто-то остался Понимаете К сожалению Вот к сожалению В данный момент В данный момент Никого нет Вообще Вообще Ну в смысле Вот доноров В данный момент Да Пока Вот я еще раз Хочу сказать Есть Те Которые нам Помогали Например На Лечение Детей Значит Вот эти Организации Которые были Вот они Они остались Это Фонды какие-то Которые помогали А так Пока В данный момент На наши письма Обращения Ответ Это такой Деликатный ответ До Улучшения Времен Ну понятно Пока Ситуация В экономике Не наладится Да Естественно Ведь это И с пониманием Надо подходить Согласитесь Ведь началось И сокращение Потом Закрытие Предприятий Потом Что касается Людей Которые Жертвовали Конечно Стараются Копить эти деньги Потому что Что было Завтра Никто не знает А цены Это ведь мы видим Как выросли Буквально на все Поэтому Это очень сложно Но я В общем-то Я рассчитываю Что все-таки У нас этот пик Пройдет И мы снова Будем Нам не отказывают Вот так Категорично То есть Просят подождать Да Не отказывают Что Валентина Павловна Все прекращаем Нет-нет А вот Все ждут Вот то Что будет завтра Да Валентина Павловна Еще такой вопрос Если все-таки Найдут Что будет завтра Да Валентина Павловна Еще такой вопрос Если все-таки Найдутся люди Которые сейчас Еще способны Помогать Я правильно понимаю Что детский фонд Он работает То есть Всегда есть Детский фонд Да Мы работаем Мы работаем При закрытом В плане режиме Что мы не обслуживаем Внутри Двери открыты Каждый может принести Свои пожертвования Банки открыты Ящики и копилки Тоже самое В магазинах находятся Ради бога Разные формы И бегущие Вернее Это Быстрая оплата По телефону Все это Может через смс То есть Все это сейчас Работает Все это работает Все это работает И мы работаем В детском фонде Но в закрытом виде Не общаемся Да Еще скажите Пожалуйста Вы говорили о том Что были сложные времена Это действительно Не первый кризис За последние 20-15-20 лет Вот вы можете оценить Примерно через какое время После окончания Такого вот Ну горячего Как бы тяжелого Вы знаете Это вспоминать 90-е годы Вспоминать год 2008 год Где-то месяца Через два Через три Мы снова Начали получать Вот эти вливания Начались То есть получается И понимание какое-то Да-да-да Если летом Мы выйдем из этого состояния То где-то к сентябрю Только получается Я думаю Да-да-да Если более-менее Это ведь при условии Если начнет работать Экономика Это правда Да Согласитесь Потому что Без сколько Ну даже трудно Представить себе Это предприятие стоит Ну вот Звонит мама Многодетная Значит Спрашиваю Как и чего А чего вывели Делали минималку Это самое Зарплату Минималка Трое детей Как жить А вот Ей будут оплачивать Только вот эту минимальную Все те Смотрите Если так слушать И смотреть Что предлагает правительство Но когда это еще все будет А ведь кушать-то надо сегодня Одевать-то надо сегодня Понимаете Тем более смена сезонов сейчас Конечно 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 Те кто обращают Так уже сейчас Не зимняя одежда нужна А дайте вот То что можно носить сегодня И курточку сегодняшнюю И кофточку сегодняшнего времени Да Ну Я хочу сказать Мы оптимисты И я думаю Что все-таки Будем И повернуться к лицам И бизнес Смотрите Мало это бизнес У нас стал сокращаться Закрываются А эти молодые ребята Которые вот пришли Начали свое дело Там два-три года тому назад Они были нашими Очень надежными Понимаете С пониманием относились И они умели Учились делиться Их сегодня Вот прикрыли К сожалению Да К сожалению Ситуация в экономике Сказывается не только На тех Кто работает Непосредственно На тренажном предприятии Но им страдают В первую очередь Незащищенные категории Валентина Иванова Председатель правления Кировского отделения Российского детского фонда Была с нами на связи Я напоминаю Номер телефона 65 38 50 Это для тех Кто хотел бы помочь Может быть У кого сейчас Еще есть такая возможность Благодарим Ну вот кстати Да Валентина Павловна Такой интересный момент Отметила Я тоже хотела На нем остановиться По поводу того Что очень часто Помощь оказывал Как раз Малый и средний бизнес То есть я даже знаю Людей у кого Ну совсем вот Какие-то там Маленькие магазинчики Маленькое какое-то Производство И они всегда Собирались И делали там Какие-то подарки К Новому году То есть вот Каким-то праздникам Да я думаю Сейчас конечно же Они на 100% Все вышли из игры До поры до времени А по поводу Минимальных зарплат Тут как раз же Минтрут Выпустил пояснение По поводу того Что снижать зарплаты За нерабочие дни Нельзя Под сохранением зарплаты Минтрут понимает Выплату не только Окладов Но и других сумм Как если бы работники В это время Полностью выполняли Свои обязанности При этом Минтрут как обычно Не объясняет Где взять деньги Неработающему предприятию На выплату зарплат Своим сотрудникам Вот этот вот Круг замыкается Ничего мы не получаем Никакой поддержки От государства И в итоге Все сферы Друг друга начинают Так или иначе топить Ну не топить А ну по крайней мере Помогать уже друг другу Никто не может Ольга Потапова С нами на связи Руководитель службы Милосердия Братства святителя Николая при Спасском Соборе города Кирова Ольга Александровна Здравствуйте 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 Да Я попросила Ольгу Александровну С нами выйти на связь Тот проект Который Братство осуществляло Это вот Палатка для людей Без определенного Места жительства Который недалеко От Рифонова монастыря Несколько раз наши коллеги Ее показывали в новостях Вы работаете по прежнему Да Выросло ли количество Обращений Скажите пожалуйста Приходит ли к вам Больше людей Да конечно В связи У нас карантина В нашем городе Конечно Выросло количество Желающих И кто приходит Просто покушать Мы кормим Каждый вечер Ужин у нас Горячий Вот И те кто Негде переночевать Тоже количество Увеличилось У нас Предусмотрено было 12 спальных мест Там двух ярост На кровати Но приходилось Как бы придумали Еще принесли матрас В общем люди спали На полу В том числе и так Да Скажите Вы сказали Что приходит поесть И кто В другом месте Не может Там найти Этой возможности Да Я правильно понимаю Что даже Такую помощь Вы оказываете То есть люди Могут каждый вечер Если это человек У которого нет средств Он может прийти Обратиться к вам Может прийти Да Может прийти В палатку Вот пока Она у нас еще стоит Как бы до конца апреля Ну где-то вот так Планируем В палатке Да Мы просто как трапез Мы ее сейчас используем То есть Спальные места В модуле В теплом Там все это Расположено Там с помощью конвекторов Там есть Лампы дезинфицирующие Вот Есть кварцевание Которое проходят Осуществляют Дежурные Вот То есть там Более-менее Как-то все это Цивилизованное Так скажем Нужно поспать В теплом месте Вот А покушать Можно да Прийти примерно С шести до полседьмого Каждый день Мы приводим Горячий ужин Скажите пожалуйста Кто вам помогает сейчас Мы вот только что С детским фондом Говорили К сожалению Жалуются Что упало Очень значительно Количество тех Предприятий Тех людей Которые могут сейчас Помочь Потому что ясно Помогает сейчас Своим работникам Еще кому-то Что у вас С благотворителями Ну вот Кто нам Предлагал Горячие обеды Кто вот с нами Вышел с нами На связь Они до сих пор Нам как бы Помогают Вот к сожалению Не могла звучить Потому что Ну вот Не готовы Да Но они нам Предоставляют И я тоже очень Благодарна Каждый рад Потому что Действительно Людей увеличивают Они причем По нашим заявкам Если я допустим Говорила Что у нас больше людей Приходит Они увеличили Там порции Без всяких Как бы Сказали Что вот Нужно И не нам Действительно Увеличили порции И мы Смогли накормить Больше количества людей У вас Помимо Вот этого проекта С палаткой Для людей Без определенного Места жительства Людей Которые не могут Сами там Найти себе Пропитание Проект Еще какой-то Будет продолжаться После того Как в апреле Вот вы Уберете Этот стационарный Пункт Я очень надеюсь Что у нас есть Как бы мысли Мы хотим Все-таки Его продолжить Вот Сами еще Как бы Ну Тоже как Силотный проект Потому что Летом И Обычно Все равно Приток таких людей Бывает немного Но мы хотим Попробовать Все-таки Оставить Модуль Точно останется Там Палатка Палатка Уберется А модуль Останется И точно так же Если нам Благотворители Не откажут Будут и горячие Ужины Каждый день И ночлег Вот А так В общем-то У нас У нашей Службы Милосердия Конечно Тоже есть Свой круг Подопечных Многодедных Инвалидов Одиноких Пенсионеров Которые мы Уже тоже Так же С социальными Пехожанами Объявили сбор И смогли Истричить Их продуктовыми Наборами То есть Вы продолжаете Работать Конечно Ольга Потапова Была с нами На связи Руководитель Службы Милосердия Братства Святителя Николая Приспасском Соборе Города Кирова Мы сейчас Делаем Перерыв На 15 Минут После Вернемся Уже С другой Темой Продолжение следует Продолжение следует